Приветствую вас на канале Панцер Гренадера. В этом видео я хочу зачитать вам мемуары канадского танкиста Фила Лоуренса, который очень красочно описал танковый бой его шерманов с грозными немецкими пантерами в открытом поле. Война в Нормандии имела свою специфику из-за своеобразного ландшафта, называемого Бакажем. Вся местность представляла собой огромный лабиринт из узких полей, разделенных пятиметровыми живыми изгородями на земляных насыпях. Ограниченный обзор вынуждал противников вести бой на предельно коротких дистанциях, поэтому фактор неожиданности играл здесь решающую роль. Любая живая изгородь могла стать прекрасной позицией для засады противотанковой пушки или тяжелого танка. Канадский танкист Фил Лоуренс так описывает трудности ведения боя в Бакаже. Когда шерман пробирался через живую изгородь, он вынужден был подниматься на метровую земляную насыпь и в это время подставлял уязвимое днище танка. Если там оказывались окопы немцев, они с легкостью могли пробить тонкую броню нашего шермана. Поэтому после первых танковых потерь нам пришлось тесно взаимодействовать с пехотой, которая шла немного впереди и разведывала Бакаж. 7 июня 1944 года, после тяжелой высадки накануне, танки 2-й канадской бронетанковой бригады продвигались в сторону Канна, пока не обнаружили колонну из 9 пантер. Немецкие танки двигались в сторону фронта перпендикулярно маршруту движения шерманов, поэтому их борта были оголены. Для стрелка-радиста Фила Лоуренса это был первый контакт с вражескими танками. Вот как он вспоминает этот бой. Мы заметили колонну пантер впереди на дороге. Они были совсем близко, нас разделяло, может, 300-400 метров. В это время я пытался разбудить нашего наводчика, а капитан приказал всем экипажам выстроить танки в линию. Каждому шерману определили свою цель, а мой наводчик продолжал спать. Я начал бить его по ногам. Прозвучала команда «Огонь!», а наш стрелок проспал все это. Командир не выдержал и ударил его пару раз по лицу. «Теперь ты помощник водителя, садись назад и никому не мешай!» Наконец наш танк прицелился и выстрелил. Мы попали прямо в борт пантере. Отдача была сильной, и в башне моментально запахло дымом. Еще бы несколько секунд задержки, и противник мог опередить нас. Пока наш наводчик менялся местами с командиром, оставшиеся пантеры начали разворачивать башни в нашу сторону и прицеливаться. Но они не успели нанести нашей бронетанковой бригаде сколь-либо существенного урона. Практически вся колонна была уничтожена. Они приняли бой, но так и остались стоять к нам боком. Это была их главная ошибка. Вместо разворота башен им следовало повернуть весь корпус, и тогда их лобовая броня была бы неуязвима для наших орудий. Нам повезло, что бой был похож скорее на спонтанную танковую засаду, чем на встречное сражение. В противном случае пантеры бы нас уничтожили. Это танковое сражение оказалось для Фила Лоуренса простым, однако неопытный наводчик все же заставил понервничать весь экипаж. А впереди их ожидал еще более удивительный и невероятный бой с Тигром, с которым им довелось столкнуться в упор. Об этом нелепом и одновременно ужасающем случае я рассказал в другом видео. Рекомендую посмотреть. Спасибо за внимание.